нотировать материал то есть для него это было очень очень важным критерием но мы должны понимать что при расшифровке народной музыки всегда важно понять цель зачем это делается но прежде всего для исполнения или для исследования потому что если цель исполнительства то особенности которые будут учитываться при нотировке это одни и совершенно но не то чтобы совершенно другие но все-таки другие для исследовательских задач расскажу вам об одной интересной так сказать истории в одной из своих экспедиционных поездок к донским казакам в хутор юров к литвинской станице аж 1904 году александр михалыч листопадов записал на слух несколько свадебных песен напевы которых совершенно не укладывались в рамки темперированного строя так как все почти звуки пятиступенного звукоряда на котором они были построены слышались им как бы сдвинутые с места отметив эти сдвиги словами немного выше немного ниже собиратель решил проверить правильность своих ощущений организовав в следующем году запись этих песен на фонограф расшифровка фонограмм дала те же самые результаты тогда листопадов обратился за разъяснением к наиболее авторитетным членам московской музыкальной этнографической комиссии на специальном заседании одна из фонограмм была одновременно нотирована самим автором записи сергей маван чем танеевым александр тихонов чем гречениновым вячеславом виктор чем пасхаловым болеславом леопольевичем и ворским и евгений эдуардами линёвых как пишет листопадов результаты оказались совершенно неожиданными и необычным все шесть экспертов по-своему определила за запева в песне и шла солнышко все настолько по-разному слышали звуковосотную структуру запева что стоит привести начало их нотации снабдив их соответствующими ладозвукорядными схемами вот вы видите эти схемы нотировок а чем я ношу вот эту вот интересную историю которую хорошо описал алексеев для того чтобы мы понимали что даже такие так сказать мэтры да и композиторы и теоретики собиратели фольклора одновременно при расшифровке одной и той же фонограммы но не то чтобы абсолютно но по разному ощущают потому что слуховые ощущения и качество способность к натировке к расшифровке фонограммы у всех разные нужно обратиться к книге эдуарда ефимович алексеева нотная запись народной музыки теория и практика 1990 год это уникальное издание и уже 20 лет спустя эдуард ефимович на своем сайте сделал электронную версию этой книги я сегодня буду говорить о типах публикации современных так вот я хочу сказать как раз именно этой книги электронная версия очень удобно потому что натировки расшифровки как примеры которые используют ефимов как раз на экране компьютера ну либо как мы многие привыкли к мобильным устройством смотрится удобно в отличие от печатного формата так как там приходится приспосабливать расшифровку к формату книги и так в истории нотной записи фольклора можно выделить три пройденных этапов так считает эдуард ефимович первый из них охватывает обширный период от начальных опытов нотной записи народных певцов опытов имеющих у нас уже почти трехвековую историю и вплоть до последних десятилетий 19 века период этот совпадает безраздельным господством слуховой записи непосредственно с голоса или по памяти и по существу не может быть назван фольклористическом собственном смысле слова поскольку слышали фольклорного материала как правило было ориентировано не на его специфические особенности она общемузыкальную ценность то есть было так сказать общемузыкантский характер нотации этого времени определялся прежде всего потребностями ориентации композиторской творческой практике психологической доминантой первого поколения нотировщиков народной мелодики было преклонение перед ее красотой поиск соответственно нахождение шедевров народного песенного гения воспринимаемых в одном ряду с лучшими композиторскими творениями и потому несущий в себе безраздельно господствующую теорию и эстетику композиторской опусной музыки первый период на тирании музыкального фольклора можно без большой натяжки назвать композиторский существенные перемены принято принесло в нотирование народной музыки естественное появление техник звукозаписывающих внедрение в собирательскую практику фонографа а затем и магнитофона позволяющих фиксировать и многократно воспроизводить практически любые звучания породило ас ощущение доступности для нотирования образцов принадлежащих весьма сложным мелодическим культурам в том числе и далеким от европейской академической музыкальной традиции при этом психологическая установка нотировщиков непроизвольно сменилась с красоты на подробность письменной фиксации ценится среди фольклористов стали прежде всего предельно детализированные нотации призванные раскрыть неповторимые особенности каждой конкретной мелодической культуры не случайно представителем нового направления часто стали называть свои нотации расшифровками или транскрипциями а сам самый процесс нотирования народных мелодий транскрибирование вот однако убеждение что тщательная фиксация все более тонких внешних деталей звучания будет способствовать объективному раскрытию содержательных внутренних моментов фиксируем и таким способом музыки оказалось в значительной мере обманчивым погоня погони за скрупулезной точностью фиксации внешних проявлений мелоса нередко заводила в тупик поскольку излишне детализированной записи способствовали снятию едва ли не главного момента в нотации выявляющего содержательную сторону мелодики через обобщение детали увлечение тонкостями нотация оказалась недолгим и громоздкость переусложненность явно избыточность потребовали внесения внутреннюю порядочность из произвольно неосмысленной избыточности этого подхода родилась потребность в аналитическом структурирование с логической неизбежностью должна была зародиться аналитическая нотация и так наступает новый третий период развития музыкальных фольферистов какие устремления руководители поиска третьего поколения фольклористов нотировщик прежде всего желание обнаружить общие законы управляющей организации народной музыки в отличие от норм композиторского искусства отделить основное от второстепенного в мелодике скелет от покрова и выработать приемы внесения графической упорядоченности в нотный текст и ключом к такому его упорядочению для песенных жанров стало соотнесение поэтического текста и напева выявлением как говорил евгений гиппиус согласие слова и мелодии одним из ведущих методов фольклористики явился метод слогаритмического анализа а главным инструментом графического упорядочения нотации синтаксический ранжир вот подчеркну вот это понятие синтаксический ранжир он нам еще пригодится и уже на практике мы увидим его применение однако при всем том что можно бы однако при всем этом можно выделить некоторые общие требования к использованию нотировщиками приемом и средством фиксации факторного материала я тут зачитаю о чем говорит алексеев это как бы то что эдуард ефимов как бы требует от нотировщик общие требования значит первое однозначность понимания всех прием при однозначность понимания всех применяемых приемов и средств не противоречащие исторически сложившейся и преобладающей практике прочтения нотного текста второе соответствие используемых средств удельному весу запечатляемых сторон звучание народной музыки не допускающие преобладание легко легко уловимых но мало существенных его потребностей за счет основных смыслонесущих параметров третье экономичность и лаконичность изложения препятствующие избыточности и дублированию используемых знаков четвертое полиграфическая приемлемость и перцептивная то есть позиции зрительного восприятия оптимальность оптимальность нотно текстовых решений программах по этому закологии в вузах где преподается принято говорить вот о четырех этапах исторических становлений фольферистической нотации это слуховая нотация композиторов музыкантов профессионалов и любителей с ориентацией на эстетическое восприятие музыкального материала вот ну естественно это связано с именами балакирева пальчикова мельгунова прокунина лопатина второй этап транскрипционная нотация связана с появлением звукозаписывающей техники ну и применением фонографа евгения эдуардной линёвой и и натировки имеет документальный характер отличаются подробностью детальностью возложения нотных и поэтических текст третий этап аналитический связан с именем евгения владимировича гиппиуса ну и наверное бартака характеризуется разработкой научных фольферистических методов записи образцов народной музыки и нововведением в области нотной орфографии то есть фиксации конкретных деталей исполнения и вот четвертый этап но он сформировался наверное лет так 30 40 назад это значит электроакустические нотации связанные с использованием измерительной аппаратуры и компьютерных технологий точное измерение высоты звука времени звучания динамики тембра создания аудиограмм и надо сказать что вот электроакустическая нотация она конечно в большинстве своем применяется для исследования культуры малых народов народов сибири но если говорить про нашу страну чтобы понять смысл аналитического метода нотирования нужно обратиться к сборнику 20 русских народных песен в ранних звукозаписи вот точные выходные данные книжка сборник вышел в семьдесят девятом году в 1979 году и в вступительной в предисловии к сборнику евгений владимир гиппиус пишет вот такие слова я специальных на экран вывел и озвучу песни нотированы составителем принятым им аналитическим методом который позволяет раскрыть музыкально ритмическую форму песенных милостров в нотной графе при таком изложении нотации взаимосвязи музыкально ритмических периодов внутри милостров координированы в строгом ранжире а тактовые черты использована не в общепринятом их значении указатели отношения сильных и слабых времен а в качестве условных разделительных знаков отмечающих границы музыкально ритмических периодов компонентов слоговой музыкально ритмической формы такая форма изложения дает наиболее наглядное пространственное представление о временной периодической музыкально ритмической структуре песенных милостров которая в обычном изложении напевок протяжных песен остается нераскрытой почему протяжных песен потому что в этом сборнике приведены нотировки как раз в основном протяжных лирических песен все протяжные лирических песен сложной структуры вот которую позже уже теоретики в основном гнесинской значит школы стали исследовать я хочу привести вот несколько примеров значит нотации которые выполнены в этом сборнике но посмотрите пожалуйста вот видите на экране что значит подобное располагается под подобным здесь скоординировано как бы между собой внутри вот этих вот музыкальных периодов до грамотно с точки зрения ранжира слогоноты но так их назову ним сейчас неважно наполнение это термина просто чтобы вы понимали подход и его оформление теперь я думаю те кто занимаются музыкальным фольклором или кто хочет изучать народное музыкальное творчество конечно необходимо познакомиться или знает учебник который вышел в 2005 году народное музыкальное творчество под общей редакции ольги алексеевны пашины но созданного целым коллективом ведущих музыкологов нашей страны и такое дано определение в этом учебнике в словаре терминов аналитическая нотация или структурно-аналитическая графика это способ расположения нотного текста который дает наиболее наглядное пространственное представление о временной структуре музыкального музыкально-фольклорного произведения но это перефразированный как бы высказанное веще гиппиусы однако мы прислушиваемся к нему и стараемся следовать следующий слайд это хрестоматия к учебнику через два года три года вышло уникальное приложение уникальное оно тем что здесь есть одновременно нотировки выполнены в аналитической графике всех жанров фольклора музыкальный диск с звучанием этого материала и подробными комментариями с точки зрения строения музыкально-фольклорных текстов и паспортизации поэтому как бы это действительно хрестоматия на которую нужно ориентироваться и если достаточно подробно углубиться значит в учебник а затем посмотреть многие значит примеры в хрестоматии обязательно прочитав комментарии соотнести между собой песен и жанры их строение то в принципе получается очень очень качественная школа а кстати надо сказать что может быть не все принимают данный учебник есть еще назовем аналоги данному учебнику кто-то критикует подход описанные что в учебнике что в арестоматии вот я сам учился в училище в волгограде и никто не обижается мы все понимаем что у нас ну нет у нас исследовательской школы просто в волгограде нет и вот эти какие-то пестрые достаточно поступающий к нам знания информация новые значит книги статьи их было достаточно как-то собрать в единую систему сложно поэтому я вот как мог что-то там делал когда я приехал в москву стал учиться в академии гнесиных активно стал ходить в лабораторию народной музыки сейчас это центр имени гиппиуса общаться с этномузыкологами ходить на лекции к ним я постепенно освоил метод структурный структурно-типологического анализа и ну не знаю насколько я им владею но во всяком случае мне была с точки зрения научно интересно донская протяжная песни и в подготовке к квалификационной работе я проанализировал более трехсот образцов песен иванинского и алексеевского района и как бы на себе через себя пропустив структурно-типологический анализ я понимаю что пока наверное это единственный адекватный выверенный значит метод который можно применять к анализу песенных текстов вот и те кто критикуют скорее всего просто им не владею я вот что хочу сказать пытаются как бы что-то выхватить понять здесь нужно всю систему от начала до конца освоить и уже на конкретных примерах попытаться разобраться вот значит в хрестоматии есть вступительная небольшая абсолютно такая вот ну как статья о принципах публикации материалов и составлении аналитических комментариев которые были подготовлены Екатерина Анатольевна Дорохова и Ольга Алексеевна Пашина все напевы и инструментальные наигрыши публикуются в аналитической нотации которая позволяет дать в нотной графике наиболее наглядное представление об архитектонике формы музыкально-фольферных произведений благодаря соблюдению при расположении нотного текста принципа масштабно-временного соответствия ее разделов вот один из важных моментов первое второе тактовые черты применяются не в общепринятом метроритмическом значении а в качестве условных разделительных знаков отмечающих границы структурных единиц музыкально-ритмической формы это второй момент при расстановке тактовых черт использованы следующие принципы в цезурированных вокальных формах они разделяют типовые ритмоформулы из которых складывается слоговая музыкально-ритмическая форма напевы затем говорится о сегментированных формах напевы со вторичными ритмическими композициями а и важный момент который ну особенно я могу сказать в регионах возникает почему не ставится размер при ключе так вот ритмика в произведениях русского музыкального фольклора относится к разряду квантитативных то есть времяизмерительных к ним неприменимо понятие метра общепринятое вследствие чего размер не обозначается причем он не обозначается в образцах которые связаны с определенной организации мелодики вот а посредным мелодическим складом а там где проступает уже поздний значит стих где ощущение значит гармонии ну или просто авторская музыка то там размер выставляется все достаточно просто и мы сейчас вот примеры посмотрим вот они у вас на экране ну вот допустим вьюшная песня прописана где она исполнялась и посмотрите на график это временник да то есть у стиха временные параметры тирадная форма но разделы обратите внимание все между собой соотнесены и ударные слоги которые отмечены пунктирной чертой все находятся под друг дружку вот представьте себе что сейчас бы стоял размер да представьте что это было бы просто сплошной 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 так за так вы бы вряд ли без записи смогли представить структуру этого песенного музыкально песенного текста теперь по поводу знаков вот посмотрите знаки здесь расставлены не как обычно ставятся по системе классической музыки значит с чем это связано лады русской народной музыки в большинством своем относятся к модальной что исключает употребление ключевых знаков как указатели тональности они используются только для обозначения высоты структурных звуков напева и выставляются при ключе на их реальный на их реальном высотном уровне ну вот я это озвучил это всего лишь два предложения мы же понимаем что это логически что лад здесь небольшой да я имею ввиду вот в этой вьюшной песне ну давайте посмотрим здесь по-моему кварта да вот не запол ну да заполненная кварта вот соответственно выставлять при ключе знаки которые бы указывали что это условно говоря реализуется в какой-то в каком-то семиступенном или даже большем ладу да ну абсолютно неверно и это не просто потому что вот мы хотим показать какую-то ученость мы хотим доказать какую-то другую системность значит показать что да нет надо просто исходить из человеческой логики давайте следующий пример вот 36 купальская да опять же ну тут цезурированный напев конечно цезурированный напевый достаточно легко располагать на листе да такт под тактом такт под тактом и достаточно графически все видно посмотрите я специально привел такой пример где соединяются как бы два типа стиха да значит рефрен который ой вьюница ой молодая он у нас по стиху 4 плюс 4 это как он силабический стих а вторая часть это уже сегментированный временник то есть количество слогов может варьироваться но ударениями как вы видите которые отмечены пункти черточками значит постоянно повторяются вот и графически все опять же выверено и соединено обычно при нотировании этого вот типа ой чего только не придумывается по старой системе и выставляется размер и переносится такты и когда вот это вот берешь опять же без записи то ты вообще не понимаешь что здесь происходит в этой форме так дальше у нас уже протяжная песня протяжная песня опять посмотрите внимательно на график значит изначально ну очень распространена песня из-за лесу лесу темного да это тонический стих но здесь песня расширенная как бы да присутствует вторичная ритмическая композиция стих расширен 5 плюс 5 плюс 5 да из-за лесу лесу сейчас из-за лесу те что там сейчас из-за лесу лесу те словообрыв ой да лесу те словообрыв лесу темного да 5 плюс 5 плюс 5 из-за лесу из-за садику саду было зелен словообрыв ой зеленого да посмотрите все разделы между собой соотнесены да мне абсолютно не ломает глаз, что нету приключений, никаких временных обозначений. Я сразу вижу, а для меня, допустим, это уже пятисотая песня протяжная, я сразу вижу ее форму, и мне часто задают вопрос, ну а зачем тебе нужны вот эти такие сложные теоретические знания, если ты исполнитель, если ты вот, значит, с коллективами работаешь, сам поешь и так далее. Но я понимаю, что это необходимо, если ты хочешь понимать не на поверхностном уровне традиционную культуру, музыкальный фольклор, а ее какие-то закономерности, ощущать, как она действительно складывалась, ну и куда она развивается. Значит, я специально обратил ваше внимание к аннотировке инструментальных наигрышей. Посмотрите, они тоже выполнены в аналитической графике. Это такая редкая вещь, это загляните, пожалуйста, в Христомачи и посмотрите, как подробнейшим образом здесь выверена структура. мне кажется, ну, я не особо владею инструментами, тем более, там, жалейкой, рожком, вот, но мне кажется, что инструменталист, который, конечно, будет учить прежде всего с наигрыша, ну, ему подспорим будет эта нотация, он намного быстрее разберется, как простроен напев, как простроен наигрыш, и сможет увидеть определенные закономерности в этой структуре. Так, теперь мне следующий слайд, мне очень понравилась такая методическая подсказочка Эдуарда Ефимовича Алексеева. Вот, посмотрите, так, как у вас на экране, получается, слева, да, слева это нотация протяжной песни, а справа уже правильная, как бы, гипотетические схемы этой нотации. Я хотел бы обратить внимание тем вот начинающим, там, студентам или профессионалам, кто как делает. Тут у Эдуарда Ефимовича, конечно, еще стоят временные обозначения, так-то, да, размер, но мне нравится, что вот эта вот схема напева, она может возникнуть после того, как вы расшифруете поэтический текст, потом расшифруете к нему мелодику, выстроите с точки зрения слоговой музыкально-ритмической формы структуру, вот так вот, если она протяжная песня, постарайтесь ее представить, да, а потом уже, ну, как бы, набирать ее, возможно, или, ну, сейчас уже редко кто вручную публикует, конечно, набирается в программах, а потом уже на чистовик набирать эту расшифровку. Итак, мы сказали с вами про учебник и хрестоматию, с которыми, я думаю, всем стоит ознакомиться, но были и сейчас существуют учебные пособия, которые как раз, благодаря которым как раз мы можем научиться вот этому структурно-типологическому анализу. Первое такое пособие выпустило Борислава Борисовна Ефименкова в 93-м году, это было учебное пособие, вы видите, для студентов по курсу народное музыкальное творчество. Вот, мы, ну, многие, наверное, кто связан с анализом, конечно, обращались к этому пособию ритмика русских традиционных песен. Следующее уже такое обобщающее издание, которое выполнила исследователь, был ритм в произведениях русского вокального фольклора. 2001 год, тоже многие к нему обращаются. И, надо сказать, опять же, не то чтобы в защиту этого метода, а к тем критикам, которые выискивают, так сказать, какие-то неправильности, значит, в подходе. Дело в том, что это не оконченное исследование. Часть глав или часть разделов это только, так сказать, наметки или план на дальнейшее исследование конкретных проблематик, связанных с анализом структур песенных. В частности, я говорю про протяжные песни. Дело в том, что там нет такого прям выверенного методического пособия, как нам подступиться к протяжной песне разных региональных локальных традиций, стилей. Нет. Там говорится об общих закономерностях, да к тому же на конкретных локальных примерах. А они могут, значит, эти подходы не соответствовать конкретному материалу, с которым вы сталкиваетесь. И вот посмотрите, совершенно неожиданно при подготовке этой лекции к моему стыду, я только в этом году, так получается, узнал об вот таком интересном пособии. Мы вчера, значит, с Катериной Анатольевной ознакомились с этим пособием. Аналитический тип нотации народных песен. Учебно-методическое пособие по дисциплине расшифровка русских народных песен для студентов заочного отделения, обучающихся по направлению народная художественная культура. Выпущено оно в, я так понимаю, Южно-Уральском Государственном Институте Культуры. Мы познакомились с пособием, это, конечно, ну, так сказать, выжимка из пособий Борислава Борисовны Ефименковой, но там есть как ряд достоинств, потому что так вот структурно схемами изложено, так и некоторые несоответствия. но, однако, данным пособием, если сам, так сказать, человек владеет методом, то по нему возможно обучать, опять же, но постоянно с отсылкой к более авторитетным изданиям. Все время сталкиваемся с вот этой вот сложностью обозначения, да, а потом, ну, мы уж привыкли к каким-то таким постоянно принятым знаком, да, но их же надо обязательно описать, эти знаки. И вот с левой стороны, значит, это условные обозначения, которые приводятся в христоматии, о которой я уже говорил, да, народно-музыкальное творчество, а вот справа, это как раз из вот этой методички, вот, и, ну, тоже можно присмотреться к этим условным обозначениям и использовать. Сейчас мне хотелось бы показать некоторые опыты нотирования протяжных песен. Это наиболее сложный материал. Значит, публикация Андрея Сергеевича Кабанова, которую я уже упоминал в Вестнике Российского Федерального Союза на речке Камышина. Ну, наверное, вы слышали, что Андрей Сергеевич попытался свести многие-многие варианты этой песни, я имею в виду, записанной в разное время в станице Усть-Бузулукской. Ну, и, естественно, многие знают о том, что он восстановил полный текст Камышинки. Вот. И вверху, вверху, посмотрите, это так называемая им порождающая письменная структура напева Камышинки. Сюда он свел все обороты, которые могут возникать в определенный период формы. Да? Вот. И это как бы действительно такая порождающая модель. А внизу это расшифровка, сделана им натировка. Но я почему привожу этот пример? Дело в том, что именно вот такой формат, да, то есть, когда мы можем развернуть книгу, да, и вот целиком натированная строка, мы не будем здесь углубляться, я имею ввиду, в то, как расставлены тактовые черты, как он проанализировал структуру. Это не важно. Мне важно здесь показать, что именно вот такой формат публикации наиболее подходит для натировки протяжных песен. Хотя вы видите, конечно, достаточно мелкий шрифт уже, да, вот, и не так он удобен для восприятия, но зато мы более-менее ощущаем эту форму. А вот теперь перелесните следующий слайд. Нотирована та же песня, только другим натировщикам, Вячеславом Михайловичем Щуровым. Посмотрите, мне кажется, что она уже громоздка. Во-первых, применяется тактовая метрика, да, к этому напеву. Ну и структура вот так вот, даже чисто визуально, она не ощущается. Я привожу только первую-вторую страничку расшифровки, а там следует и как бы следующие строфы, да, и не возникает в дальнейшем ощущений каких-то временных структурных соотношений. Вот. Ну, такой вот пример, когда два разных подхода к одному образцу. Вот давайте посмотрим. Значит, слева у нас пример паспортизации из сборника Гиппиуса, о котором я говорил, да, здесь достаточно мелко написано, но я основные моменты скажу. Это название песни, потом дается информация о звукозаписи, значит, географическая привязка, год звукозаписи, кто исполняет и где она хранится. Придерживаясь этого же принципа, в целом, выполнена паспортизация звукозаписи и вот с правой стороны в хрестоматии. Посмотрите, дается название, жанровое определение, ну, кстати, говорят в сборнике Гиппиуса, почему жанровое определение не дается для каждого примера, потому что в предисловии оговорено, что это все относится к жанру протяжных песен. Здесь у нас разные песни, вот, ну, я просто привожу пример лирических песен этого раздела. Посмотрите, какая детальная паспортизация. Значит, первый вариант паспортизации. Название песни, тире, либо точка, придерживаюсь тире, если тире, то это длинная черточка, я подчеркиваю, для всех начинающих студентов, у нас бывает дефис, он ставится, внимание, между буквами, у нас есть короткое тире, ставится между числами, например, 19, короткое тире, 21, и дефис, это длинная черточка, и тут внимание, гениальное решение, гениальное, так сказать, как это сейчас принято говорить, лайфхак, вы нажимаете control, alt, и минусик, и возникает длинная тире, еще раз, медленно, длинная тире, которая реально, тире, да, control, alt, и минусик, и вот у вас возникло это тире, никакого больше тире не существует, мы пишем, в именительном падеже регион, запятая, район в именительном падеже, запятая, населенный пункт в именительном падеже, ставим точку, пишем исп, исполнители, это принятое сокращение, затем фамилия, имя, отчество, имя и отчество, если известно, можно писать в зависимости от характера публикации полностью, либо сокращенно, в скобках год рождения, сейчас уже из практики уходит писать 1910 г.р. и так понятно, что если мы даем год, то это год рождения, точка, запись, год записи, фамилия, имя, отчество, автор записи, точка, нотация, фамилия, имя, отчество, кто нотировал, затем фонд и фондовый номер, вот пример, «Ночи темные», лирическая, Смоленская область, Кордымовский район, село Нетризово, исполняет Трушин Ольга Владимировна, 1919 года рождения, запись 1984 года, Фролова, Шифа, нотация Кастрова, фонограмм, архив Ирли, я ошибся здесь, извините, пожалуйста, это не Ирли, Института русской литературы, ран, фондовый номер, выдуманный, 3535, написал. Теперь, можно то же самое, но только с применением родительного падежа. Название песни, жанр, населенный пункт, именительный падеж, такого-то района, такого-то региона, затем все то же самое. Пример, пожалуйста, переделали. Ночи темные, лирическое, село Нитризово-Кордымовского района Смоленской области, далее такой же текст. Теперь, если у нас сборник, предназначенный для исполнения каким-то ансамблем, ну, я имею в виду народно-певческим коллективом, хором, то он может содержать обработки, аранжировки. По-хорошему, все должно быть указано, в конце должна поставлена быть точка обработка АА Иванова. Но, конечно, такой паспортизации добиться от специалистов, которые занимаются обработкой, аранжировкой, крайне сложно. Но мы идем к этому и появляется постепенно все больше сборников, в которых обращают внимание на паспортизацию песен. Так, паспортизация песен в программах. Я специально не сказал слово программках, потому что это, ну, как бы, между нами мы называем их программках, так это называется буклет, но если бы я написал в буклетах, то это еще больше бы нас всех увело в сторону. Поэтому я назвал в программах. Итак, внимание, это пригодится у всем. Все мы рано или поздно являемся составителями подобных программ. Либо даем информацию в сборный концерт, или подаем заявку на конкурс. Вот если бы организаторы конкурсов по музыкальному фольклору, по традиционной народной культуре действительно проверяли уровень соответствия паспортизации песен, которые, ну, гипотетических участников конкурса, то в этих конкурсах участвовали бы только организаторы, потому что мы постоянно не придерживаемся тех требований, которые предъявляют к паспорту. Пожалуйста, обратите на это внимание. Название песни, тире, жанр, запятая, населенный пункт, именительный поддерж, район, какого района, какого региона, точка, запись, год, кто сделал, расшифровка, фамилия, имя, отчество, запятая, обработка, ну, там, переложение или аранжировка, кого сделано. Запевает, исполняет солисты их фамилиями, отчества, и потом работа. Я это зачем написал, если это в рамках учебной практики выполняется. Понятно, что работы не будет, если у нас просто концерт. Значит, если у нас возникает концертмейстер или какой-то состав, который участвует, все пишется то же самое, только обратите внимание, вот, если внимательно прочитаете, концертмейстер указывается после того, кто поет, кто исполняет, потому что вначале мы пишем про песню, потом кто ее исполняет, кто ему помогает исполнять, да, и кто над ней работает, потому что здесь нужно исходить из логики, что вначале мы говорим о произведении, как оно должно быть исполнено, да, кем, потом уже все остальное. Теперь, если у нас авторская музыка, название песни, жанр, музыка вначале, музыка того-то, слова того-то, обработка, переложение, аранжировка того-то, запевает, исполняет, концертмейстеры, работа, это в учебной практике. Если музыка и слова совпадают, а такое бывает часто, то пишется музыка и слова такого, а бывает музыка чья-то, а слова народные. Значит, так нужно и писать. Вот. Теперь нужно сказать вот о чем. Программы бывают разные, но в основном сейчас нужно их для себя разделить на концерт сольный какого-то коллектива, либо солиста, либо сборный концерт. От этого важно, как пишется и оформляется программа. Если у вас сольный концерт какого-то коллектива, то подразумевается, что в программке все номера будут исполняться, если нет уточнений, этим полным составом. Допустим, мы пришли на концерт какого-то хорового коллектива, да, в программке пишется первая песня, такая-то, жанр, населенный пункт и не пишется, только запевает, соответственно, весь остальной хор поет. Но второй, третий номер программы это сольная песня или дуэт, допустим. Значит, все пишется то же самое, но указывается, что исполняет Иванова Юлия Борисовна, допустим, аккомпанирует там Если это дуэт исполняет, соответственно, название песни, жанр, населенный пункт, значит, кто исполняет дуэт из Вовы и Павлия.